Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Акционера корпорации Кировскую область в лице Министерства имущественных отношений и инвестиционной политики. Также в списке члены Совета директоров КРИКа, того состава, который работал при правительстве Никиты Белых. Это Алексей Кузнецов, Елена Ковалева, Владимир Богомолов, экс-гендиректор КРИКа Вадим Перминов. На день подачи заявления не завершены процедуры формирования конкурсной массы и реализации имущества должника, поэтому сумму, которую предлагается распределить между ответчиками, определить невозможно. А процесс банкротства КРИКа идет три года. Одним из его следствий стало уголовное дело в отношении бывшего губернатора Никиты Белых. Программа Экономика. Половину налогов за транспорт и недвижимость в регионе платят жители Кирова. Из двух миллиардов рублей, начисленных физлицем по имущественным налогам, на Киров приходится один миллиард. Уведомления, направленные почти 300 тысячам налогоплательщиков. Кому-то они идут по почте. Пользователи личного кабинета на сайте налоговой все сведения в этом кабинете и ждут. Оплатить нужно до 1 декабря. Неуплата или несвоевременная уплата может повлечь начисление пений, суды, оплату госпошлины по ним и работу судебных приставов, взыскание зарплаты и со счетов, арест имущества, ограничение выезда из страны предупреждают в Кировской налоговой инспекции. Сотрудники службы занятости смогут ходить с безработными на собеседование. В 2022 году оказание услуг по трудоустройству начнется в новом формате и в отремонтированном центре занятости, который планируют в Кирове открытие до конца года. Сейчас его сотрудников учат работать по новым принципам. Они будут тестировать безработных, строить для них карьерные сценарии, помогать получить недостающие компетенции, учить презентовать себя на собеседовании. При необходимости даже смогут сопровождать человека на встрече с работодателем, помогать во время испытательного срока. А для работодателей специалисты кадрового центра будут искать людей не только по своим базам, но и в других источниках поиска работников. Еще одним направлением станет выявление тех, кто получает пособие по безработице обманным путем. Завершение валютах. Курс доллара сегодня 71,88 рубля, евро стоит 83,09. Ольга Бализина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM.